Я Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик. Я очищаю город от машин, которым пора на свалку. Для этого я предлагаю их хозяевам сыграть в викторину. Они могут заработать на ремонт машины, а могут просто забрать деньги. Но тогда я уничтожу их автоклам самым изощрённым способом. Поехали! Сегодня, как обычно просматривая заявки на участие в программе «Утилизатор», на сайте телеканала ЧЕ, я увидел её. Синюю ВАЗ-2108. В простонародье восьмёрка. И сразу в неё влюбился. Цена автомобиля 44 тысячи рублей. Но я надеюсь, что и владелец Максим, к которому я сейчас направляюсь, немного скинет цену. Ведь один из ста известных мне способов утилизации машин ждёт своего часа. Поехали! Она! Алло, Максим? Это Юрий. Я вам по поводу машин звоню. Да, я уже внизу. А, хорошо. А пока Максим к нам торопится, предлагаю осмотреть этот прекрасный автомобиль и понять, за что здесь можно скинуть цену. Здравствуйте, Юрий. Я Максим. Здравствуйте, я Юрий, ведущий программы «Утилизатор». И я хочу купить у тебя этот автомобиль за 30 тысяч рублей. Я буду продавать этот автомобиль за 44 тысячи рублей. Так, Макс, стоп. Мы всё-таки не в той программе, в которой мелодию угадывают. Предлагаю осмотреть эту машину и понять её реальную стоимость. Давай. Поехали. Правая фара разбита. Замена стекла минус 1000 рублей. Лобовое стекло отсутствует. Замена стекла вместе с запчастью минус 3500 рублей. Вот правая сторона в довольно-таки хорошем состоянии. Так же, как, в принципе, и левая. Ну, разве что вот задний фонарь отсутствует. А это минус 600 рублей. И вот задний дворник отломан. Это минус 1900 рублей. Вообще, мне впервые продают хорошую машину. Да, машина хорошая. Багажничек откройте. Класс. Здесь для полного комплекта видеомагнитофона и игровой приставки не хватает. Давай салон посмотрим. Надо же, химчистку салону не нужна. А вот верхняя часть передней панели оторвана. Видимо, когда магнитолу украли. Но вид не товарный, поэтому замена верхней части передней панели минус 2200 рублей. Капот открой. Вот, аккумулятора не хватает. А это минус 4500 рублей. Подождите, что-то еще не хватает. Точно. Плюсовую клемму вместе с проводами выдрали. Это засада. А засада обойдется у нас Максиму в 1500 рублей. Что так дорого? Клемма 200 рублей. Правильно. Остальное работает. Итак, Максим, я готов купить у тебя этот прекрасный автомобиль за 28800 рублей. Давай ни тебе, ни мне за 35000. Понимаешь, Максим, я просто так не могу тебе дать больше денег, чем я насчитал. Но я могу предложить тебе сыграть со мной в игру «Повезет, не повезет». Правила очень простые. Если я в течение 15 минут смогу завести твой автомобиль и проехать на нем круг, тогда я покупаю по своей цене 28800 рублей. А если я не смогу этого сделать, тогда я куплю по твоей цене 44000 рублей. Идет? Договорились. Чую какой-то подвох. Очень ты как-то быстро согласился. Да мне просто интересно посмотреть, как ты на автомобиле поедешь без лобового стекла. На улице минус. Интересно ему. Да мне самому интересно. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давай. Давай, давай, давай. А-ха! Вывелась! А на тест-драйв, я так понял, ты со мной не поедешь, да? Нет. Давайте, Юр, сам. Я тебя здесь должен. Понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На улице минус 5 градусов, очень холодный ветер. Поэтому я включаю печку на полную, для того, чтобы как-то компенсировать ветер в лицо. Ну что? Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, честно говоря, ехать, конечно, не очень весело. Знаете, сразу вспомнилось присказка. Ветер в харю, а я аж в парю. И все это я делаю для того, чтобы скинуть цену за эту машину. Сам себе не могу поверить. На улице минус, а на дорогах кашля. Самое главное в такой ситуации не включать вот дворники. Хотя дворники, это не самое страшное. Главное, не попшикать, не замерзайкать. Я понял, это не просто машина. Это аппарат для омоложения. Потому что вот так вот, проехав без лобового стекла, я вот уже чувствую, что у меня все морщины на лице просто разгладились. Ну, скоростной тест-драйв мы делать не будем. По объективным причинам. Ехать без лобового стекла, в принципе, можно. Хотя, честно говоря, очень холодно. По-моему, моя мечта скоро осуществится. И я куплю этот автомобиль за 28 800 рублей. Ну что, Максим, я выиграл. И я покупаю эту синюю птицу за 28 800 рублей. Ну, по-моему, есть какая-то викторина, и я могу выиграть еще какие-то деньги. Точно. Правила очень простые. Мы отправляемся на моем автомобиле до пункта назначения. По дороге я задаю тебе 10 вопросов на автомобильную тематику. 9 из них с вариантами ответов, один без вариантов ответов. За каждый правильный ответ ты получаешь плюс 5 тысяч к сумме, за которую я у тебя купил автомобиль. Напоминаю, эта сумма 28 800 рублей. И она не сгораема. За каждый неправильный ответ просто 5 тысяч не прибавляется. Согласен? Конечно, да. Отлично. Проходи ко мне в машину, а на твоем автомобиле поедет наш человек. Американский писатель Генри Дэвид Торо сказал, мечты – это краеугольные камни нашего характера. И я, и Максим когда-то мечтали о восьмерке. Значит ли это, что наши характеры похожи? Возможно. Поехали. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, какие автомобили выиграли битву за Париж. Кто стал самым первым байкером в истории. И удастся ли Максиму заработать 50 тысяч рублей. Вы смотрите программу «Утилизатор», в которой я избавляю город от автохлама, а его владельцам даю шанс заработать. Герой сегодняшнего выпуска Максим хотел за свой автомобиль 44 тысячи рублей. Но мне удалось скинуть цену до 28 тысяч 800 рублей. Ну что, Максим, я выиграл, и я покупаю эту синюю птицу за 28 тысяч 800 рублей. Но Максим может стать богаче на 50 тысяч рублей, сыграв со мной в бикторин. За каждый правильный ответ ты получаешь плюс 5 тысяч в сумме, за которую я у тебя купил автомобиль. Сможет ли Максим ответить на все мои вопросы? Сейчас узнаем. Максим, значит, ты первый и единственный хозяин своей восьмерки, правильно? Да. Скажи, а ты ее жалел или эксплуатировал по полной? Да нет, эксплуатировал по полной. Например, балку у вас раконь гонял. Даже был опыт участия в любительских автогонках. Да, неплохо потрудилась твоя синяя птица. Ну что ж, давай играть? Давай. Первый вопрос. Дорожный знак, изображающий оленя, вписанный в красный треугольник, предупреждает о том, что... Вариант А. Возможно появление диких животных. Вариант В. Возможно появление домашних животных. Вариант В. За рулем неопытный водитель. И вариант Г. За рулем обманутый муж. Вариант А. Возможно появление диких животных. И это правильный ответ. И ты получаешь плюс 5000 к сумме, за которую я у тебя купил автомобиль. Ура! Второй вопрос. Поездка на автомобиле для оценки его ходовых качеств и потребительских свойств. Это вариант А. Круиз-контроль. Вариант В. Сход-развал. Вариант В. Тест-драйв. И вариант Г. Хич-хайкер. Ответ вариант В. Тест-драйв. И это правильный ответ. И ты получаешь еще плюс 5000 рублей. Третий вопрос. В соответствии конструкции транспортного средства, антропометрическим данным водителей и пассажиров. Это вариант А. Дизайн автомобиля. Вариант В. Эргономика автомобиля. Вариант В. Безопасность автомобиля. И вариант Г. Шумоизоляция автомобиля. Вариант В. Эргономика автомобиля. И это правильный ответ, если ты получаешь еще плюс 5000 рублей. Ура, ура, ура. Четвертый вопрос. Какая страна занимает первое место в рейтинге самых плохих дорог? Вариант А. Россия. Вариант В. Гвинея. Вариант В. Молдова. И вариант Г. Монголия. Вариант В. Гвинея. И это неправильный ответ, потому что правильный ответ. Вариант В. Молдова. Ну, простые вопросы закончились. И мы переходим к более сложным вопросам. Ты готов? Да. Пятый вопрос. Почему марка японских автомобилей Датсун, первоначально именовавшаяся Датсон, сменила гласную букву? Вариант А. Чтобы оправдать солнце, нарисованное на логотипе. Вариант В. Чтобы не ассоциироваться с фамилией предыдущего владельца. Вариант В. Чтобы не ассоциироваться с первой неудачной моделью компании. И вариант Г. Приставка сон означает в японском языке крах и убытки. Вариант Г. Приставка сон обозначает крах и убытки на японском языке. И это правильный ответ. И ты получаешь еще плюс 5000 рублей. Ура. Слушай, Максим, я вот хотел спросить, а что за любительские автогонки? Это стритрейсинг, что ли? Нет. Начинал я первый опыт. У меня был с авточелленджа. Это такой автоквест. Там элементы гонок существуют. Ну и мозги надо иметь. То есть логику включать. Ну и как успехи? Ты знаешь, восьмерка оправдала мои надежды. То есть превзошла себя. Мы приехали, езжаем на финиш и выясняем, что мы вторыми финишировали. И представляешь наше удивление, когда выясняется награждение, что мы первые. Потому что экипаж, который приехал первым, он не взял какую-то точку и в итоге мы получились первыми. Класс. Так эта восьмерка получается у тебя синяя птица удачи. Ну, в какой-то степени да. Счастливый автомобиль. Счастливый автомобиль и синяя птица. Запомним. Ну что ж, давай продолжим викторину. Давай. Шестой вопрос. Какие автомобили были мобилизованы в 1914 году на битву за Париж? Вариант А. Пожарный. Вариант В. Такси. Вариант В. Полицейский. И вариант Г. Фургоны-рефрижератор. Вариант Г. Фургоны-рефрижераторы. Осенью 1914 года немецкие войска прорвали французскую оборону и двинулись на столицу Франции. Необходимо было срочно выдвинуть им навстречу резерв. Но транспортных средств категорически не хватало. И тогда на битву были призваны парижские такси. За одну ночь около 1200 такси перебросили на рубеж реки Марна свыше 6500 солдат. И это был неправильный ответ, потому что правильный ответ. Вариант В. Такси. Седьмой вопрос. 29 августа 1885 года немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на изобретение повозки для верховой езды с керосиновым двигателем. Что это за изобретение? Вариант А. Мопед. Вариант Б. Велосипед. Вариант В. Мотоцикл. И вариант Г. Четырехколесный автомобиль. Вариант Г. Четырехколесный автомобиль. Первый мотоцикл был запатентован великим немецким инженером Готлибом Даймлером 29 августа 1885 года. В патенте изобретение было обозначено как деревянная повозка для верховой езды с керосиновым двигателем. Первым испытателем изобретения, то есть первым байкером, стал 17-летний сын Даймлера Пауль. И это был неправильный ответ, потому что правильный ответ. Вариант В. Мотоцикл. Восьмой вопрос. На радость всем любителям компьютерных игр и комиксов, корейская фирма Хёнде представила тюнинг автомобиля на случай. Вариант А. Зомби-апокалипсиса. Вариант Б. Вторжение инопланетян. Вариант В. Нашествие людей-волков. И вариант Г. На случай атомной войны. Итак, мой вариант ответа В. Нашествие людей-волков. Хёнде порадовали поклонников марки неизменной заботой. Даже в случае зомби-апокалипсиса автоконцерт собирается заботиться о покупателе. Новый Хёнде Велостер Зомби Сувайр машин поможет отправить к праотцам любую нечисть. Передний бампер ощетинился двумя электропилами и огнеметами, а на крыше пушка, стреляющая электромагнитными разрядами. В салоне вместо подстаканников держатели для мачете и даже радио, чтобы общаться с другими выжившими. И, к сожалению, это неправильный ответ, потому что правильный ответ – вариант А. На случай зомби-апокалипсиса. Девятый вопрос. Какой советский автомобиль известен западному потребителю по названию модели «Элит Карат Искалки»? Вариант А. ЗАЗ-965. Вариант В. ГАЗ-21. Вариант В. Москвич-408. Вариант Г. ВАЗ-21061. Ответим вариант В. Москвич-408. Мировой дебют автомобиля Москвич-408 состоялся в 1964 году на лондонском автосалоне. На экспорт автомобили продавались с более мощным двигателем, хромовыми накладками рамок дверей и уплотнителей стекла. Бельгийская фирма «Скалдия Волга» продавала москвичи под именем «Скалдия-408». Во Франции машину продавали под названием «Москвич Элит», так как номера с нулем посередине были законодательно зарезервированы фирмой «Пежо» для своих моделей. В Скандинавии «Москвич-408» продавался под брендом «Москвич Карат». И это совершенно правильный ответ, и ты получаешь еще плюс 5000 рублей. Я знал. Отлично. Максим, у нас остался последний десятый вопрос. Он рассчитан только на твою сообразительность и эрудицию, поэтому вариантов ответов нет. На ответ тебе дается ровно одна минута. Готов? Да. Десятый вопрос. Для продукции Крайслера конца 50-х, начала 60-х годов 20-го века характерно непривычное нам расположение этого предмета. При таком его расположении водитель Крайслера предпочитал не иметь пассажиров на заднем сиденье. О каком предмете идет речь? Так, прибавленный вариант. Ремень безопасности. Рычаг переключения передач. Ответим, рычаг переключения передач. Штатное место салонного зеркала заднего вида – потолок машины над лобовым стеклом. Однако в автомобилях фирмы Крайслер, выпускавшихся в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века, салонное зеркало заднего вида располагали снизу на панели прибора. Недостатком такого расположения было то, что сидящие сзади пассажиры практически лишали водителя обзора назад. И это был неправильный ответ, потому что правильный ответ – зеркало заднего вида. Внимание, Максим, мы подъезжаем к пункту нашего назначения. Уже через пару минут решится судьба машины Максима. Что он выберет – деньги или автомобиль, на котором проехал не одну тысячу километров? Это программа «Утилизатор», шоу, в котором старый «Железный друг» лучше новых двух. Сегодняшний участник Максим продает автомобиль, который приносит ему удачу в автомобильных состязаниях. В итоге мы получились первыми. Из десяти вопросов нашей викторины он ответил на пять. Совершенно правильный ответ – это ты получаешь еще плюс пять тысяч рублей. Совсем скоро вы узнаете, какой способ утилизации машин я сегодня применю. А может, автомобиль получит вторую жизнь. Итак, мы на месте. И я предлагаю подвести итог. Ты ответил правильно на пять вопросов из десяти. И это двадцать пять тысяч рублей. И я купил у тебя машину за двадцать восемь тысяч восемьсот рублей. Итого твоя сумма составляет пятьдесят три тысячи восемьсот рублей. Вот эти деньги. И я хочу предложить тебе два варианта. Вариант первый. Пятьдесят три тысячи восемьсот рублей, которые ты заработал, мы пускаем на ремонт твоей машины. И она остается тебе. Второй вариант. Ты забираешь деньги. Но тогда ты больше никогда не увидишь свою машину. Свою синюю птицу, о которой ты так мечтал. Не получишь адреналин, участвуй на ней в гонках. И, возможно, больше никогда не займешь на удачу неожиданное, но такое желанное первое место. Потому что я покупаю автохлам и утилизирую его. Для того, чтобы улицы города стали чище. И я считаю, что это правильно. Не торопись, подумай. У тебя есть ровно минута, чтобы решить. Если выберешь деньги, то надо просто нажать вот на эту кнопку. И самому запустить процесс утилизации. Если выберешь ремонт, то надо просто сказать. Оставляю машину и дарю ей жизнь. Решение сложное. Но я выбираю деньги. Не будешь потом жалеть? Буду. Ну, уж больно хочется посмотреть, что вы придумали и каким способом вы ее утилизируете. Понимаю. Нажимай на кнопку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 С вами была программа «Утилизатор и я, Юрий Сидоренко. До скорых встреч. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА